Всем привет, доброе утро! Меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. И утро у нас сегодня началось не очень доброе. У нас, видите, вот рабочие уже второй день, по утрам делают ремонтные работы на крыше, поэтому все шумит, и мало того, что... Да, доченька, мало того, что у нас сегодня на крыше шумит, у нас еще шумит под окном, там прокладывают кабель и режут асфальт. Вот это тоже их материал, так скажем. Вон, слышите, там хрум-хрум-хрум-хрум что-то делают. Видите, прорезан асфальт, и вот это вот все гремело сегодня с самого утра. Вот смотрите, прокладывают кабель для волокна, для фибры. Здесь у нас будут, то есть новый интернет проведут. Все называют это волокно-фибра. Прорезают в существующем асфальте, в существующей дороге, прорезают траншею шириной, сколько, 10-15 сантиметров и глубиной до полуметра. Ровненько, аккуратненько, потом заделают, и все. Мы сходили с Розалей в парк, в магазин. Вот мы сейчас идем домой, смотрите, видите, этот кабель прокладывают. Прямо, получается, сделали траншею по ширине кабеля, четенько. И вот там ребята кладут. Смотрите, ну что, проложили кабель. Там до конца улицы его еще кладут. Ну вот на участке возле нашего дома проложили. И все, уже его и зашили. Было, сколько, я не знаю, ну 10-15 сантиметров ширина траншеи, смотрите, на один пальчик. Вот на один палец ширина траншеи. И аккуратненько его сразу же заложили, и все. Я уже и забыла, что у нас тут что-то было. Какие-то ремонтные работы. Доброе всем утро. Сейчас ехали с Розалией вдоль моря. И как раз вот мне освободилось место для парковки именно там, где мне нужно было выйти. Куда вы приехали, Розаличка? Куда мы приехали? Динозавра купите, а Чедро Пульсанте. Мы приехали купить ей динозавра, который от Чедро Пульсанте. То есть она хочет нажимать на кнопочку, чтобы динозавр играл. Когда я покупала рыбку здесь, ну не рыбку, а осьминога, вы видели, что мы подходили к магазину с игрушками. И она унесла с собой кигельбан. Но она еще там заприметила динозавра. Поэтому, в общем, эти три дня она переживала, что ей очень нужен этот динозавр. И вот мы за ним приехали. Так, у нас сейчас дома творится полный бедлам. У нас ремонтируют крыши, там, ну, сезонные работы, все это красят. Там во дворе тоже красят все, короче. Все это там что-то ремонтируют. Ходят туда-сюда рабочие. С утра и до обеда грохот стоит. Записывать ничего невозможно. После обеда я отдыхаю. Еще на улице работы были. Так. Розалей не терпится пойти купить. Сейчас идем, дочка. Так, ну вот, мы приехали. Сейчас мы в порту. Смотрите, красота у нас там какая. Творится. Первые дни сентября. Погода. Обалдеть. Ветерок. Ожидаем мы уже грозу второй или третий день. Тучки ходят, но грозы так и нет. Вот. Сейчас мы купим то, что хотела Розалей. А тут по магазинам. И я еще в один магазин зайду. Ну, сложный выбор. Сложный выбор, ребят. Смотрите. Ну что, этого или другого? Ей нравится вот этот, но мы еще там большого одного смотрим. Позже. Добавляйте 3 баттери, я покажу, это я тоже. Все, Розаличка довольна. Пойдем, несем динозаврика. Идем машинку отнесем. Иди, иди. Сейчас в магазине один мужчина был, сказал, что он был в соседнем районе Полези. И там очень-очень сильный дождь сейчас идет. Вот только что он приехал. А здесь у нас ни капельки, видите? Но у меня есть подозрение, что дождик идет прямо-таки сюда. Видите, какая там тучка подозрительная? У меня как раз белье постиранное висит. Так что мы сейчас быстренько в магазин с Розой и возвращаемся домой. Смотри, видишь, Розаля, вот это вот дождик вон идет, видишь? Сейчас придет сюда дождик сильный. О-о-о. Как мне динозавр-то уже купили? Ну, мы динозавр-то уже купили, так что это не проблема. Сейчас немножечко поснимаю. Вам давно не была в порту. Именно вот так вот, в такую погоду. А то все жарко-жарко, солнце печет. А сегодня, смотрите, какая красота перед грозой. Это водичка нагрязная. Ну да, здесь водичка грязноватая в порту, но вообще в этом месте здесь камни, скалы и довольно чистый берег. Мама! Довольно чистое море. Мама! А, там чистое, да? Да, вот там. Вот такая вот у нас сегодня красота. Тут рыбаки чистят свои лодки. Ну что, мы в магазин? Сейчас зайду в магазин с декором. Порт перед грозой. У нас очень комфортная погода сейчас. 20 с лишним градусов, ветерок. И вот-вот наступит гроза. Видите, тучки идут. Дождик идет, наступает. Дети еще в школу не ходят. Последние дни каникул. И вообще все хорошо. Ну что, мы уже все купили, успели приехать домой. До дождя тучка идет прямо над нами, поэтому сейчас быстренько бегут домой снимать белье. И вот она, розалечка. И вот он, ежний динозавр. Вот выбрала этого большого на пульте управления. В общем, я не знаю, сейчас надо будет батарейки прятать. Такой противный рык у него, ребят. Ладно, потерпим денек, потом, наверное, спрячем батарейки. Нет? Ну что? Домой Сопра. Сопра куда? Домой? Ну пойдем, Сопра. Сопра надо лодировать динозавр. Тебе ты же сама себе выберешь. Это вот то, что она себе выбрала. Обалдеть, да? Ну что? Непонятно. Не то пойдет этот дождик, не то не пойдет. Тучи то с одной стороны шли, то с другой. Над морем вижу там прям вообще все очень темное, очень все некрасивое. Но тут все очень непонятно. Поэтому дождь может не пойти. Но я на всякий случай, конечно же, белишко-то поснимаю. У нас такой дождь бывает с песком. Такой вот из Африки какой-то непонятный песок несет. И вроде бы капнула, там три капли накапала. А потом все белье в таких каких-то желто-коричневых разводах. И его нужно все это опять перестирывать. И если машина попала под дождь, бывает такое, что только машину помыл, и тут на нее немножко покапало. И все, уже стекло, и верх весь вот, ну, там песок. То есть, ну, он такой, все в разводах, едешь, опять ничего не видно. Короче, какая-то ерунда. Поэтому я на всякий случай все поснимаю. Что я хотела сказать, и все мне Розале не давала поделиться. Я сейчас в таком вот состоянии нахожусь. Ну, как бы тревожное, конечно, потому что я очень сильно слежу за тем, что происходит в Беларуси. Мы, кстати, ходили на мероприятия здесь в Баре. Акция поддержки, акция солидарности в Беларуси. Я сделала видео, и я все никак его не выложу. Ну, в общем, я сейчас такая вся в тревожности, постоянно слежу за тем, что там происходит. Ну, вот сейчас буквально эти три дня просто сутками следила. Хотя ситуация зависла, и не меняется сейчас ни в плюс, ни в минус. Понятно, что изменения будут в том виде, в каком есть. Страна уже никогда не будет. Будут изменения, но когда это произойдет, ну, непонятно. И вот это ощущение неопределенности такое, ну, короче, неприятно очень. Вот. Что я сейчас как бы чувствую внутри себя, хотела рассказать. Ну, во-первых, я с переменным успехом ищу гармонию со своим новым телом. Я уже поняла, что уже не будет как прежде. Этому не бывать. Мне, наверное, никогда не быть снова тонкой и звонкой. В общем, ну, не будет уже такого, что я могу есть сахар, сколько мне влезет. И при этом, ну, там, полдня, допустим, не поужинала, да, и все, снова я звезда. Этого уже не будет. У меня уже явно произошли серьезные изменения, судя по тому, что я смотрю. До врача вот как-то вот все никак не доберусь, если честно. Хотя понимаю, что надо начинать с врача. Но, в общем, судя по всем внешним признакам, у меня теперь какая-то там инсулинорезистентность, да, когда, ну, и висцеральный жир, который вот на талии отложился. В общем, теперь уже так не выйдет, что я завтракаю печеньками, сахаром, молоком, и пять раз за день съем мороженое, и при этом я звезда. Не работает. В общем, я теперь, ну, или нужно уже свыкаться с тем, что есть, да, или нужно полностью менять свой режим дня. Своё питание нужно жестко менять, иначе, конечно, ну, ничего не получится. Или смириться с тем, что я теперь полная, особенно в части талии, то, чего у меня никогда не было, у меня всегда была талия. У меня всегда был лишний вес, да, но он удачно распределялся где-то в районе груди, где-то в районе попы, поэтому с этим можно было жить, но уже так не работает. Теперь всё по-другому. Я сейчас с переменным успехом нахожусь, ещё я чувствую гармонии, да, периодически я как бы окей-норм, я чувствую себя хорошо в своём теле, периодически у меня такое, ну, несогласие и, ну, отрицание, злость, несогласие вот с тем, что это случилось со мной в сорок с лишним лет. Я с этим не согласна, и я так не хочу. Ну, как-то вот так вот. Я, в общем, сейчас в таком вот... Но факт в том, что, конечно, да, я в целом, я своим телом недовольна сейчас. Но ещё настолько недовольна, чтобы можно было поднять попу с дивана и ходить раз в неделю на тренировки, и ограничить себя в сладком. Ну, как-то так, да. Хочется ничего не менять и при этом быть звездой. Я, наверное, рассказывала, что с момента переезда, у меня как-то с момента переезда в Италию я была всё время чем-то очень сильно занята, и у меня не было времени осмотреться вокруг себя. Сначала у меня было дело, у меня было турагентство, плюс у меня был сын в Белоруссии, несовершеннолетний. И все мои мысли были заняты, на самом деле, тем, что там происходит в моём бизнесе, да, и с моим сыном. Я фактически туда-сюда моталась, и как-то вот это всё обустройство дома, какие-то тут итальянские дела как-то проходили, ну, между делом, да. Жене тут школу мы устраивали. В общем, эта вот вся адаптация проходила параллельно с этими вот моими важными делами. Стоило мне закрыть это турагентство, как я забеременела, и вот это у меня была беременность, у меня было это тяжело физически, как-то я вот, ну, нелегко мне это было, я уже, ну, всё-таки и возраст у меня, и этот лишний вес, состояние здоровья уже не... То есть было мне как-то тяжеловато, поэтому я тоже вокруг особо не рассматривала, что происходит. Как-то мебель как-то купилась без моего участия, как-то в основном всё муж выбирал. Потом был тяжёлый период, когда заболела свекровь, и на самом... ну, вот после рождения Розалия я ещё не успела толком ни отоспаться, ни в порядок прийти, как вот случилось у нас вот это вот, ну, несчастье. Параллельно у меня ещё брат умер, это вообще меня выбило полностью из колеи на два года абсолютно. Я, ну, смерть брата меня настолько потрясла, и это было так тяжело всё переживалось, что я только сейчас начинаю приходить в себя вообще, понимать, что я-то... а я-то ещё живу, понимаете? Такое вот было состояние полного ступора из-за этой несправедливости, из-за этой трагедии, был полный ступор, и очень, конечно, мне было тяжело. Но я, на самом деле, ну, я отсутствовала. Я как бы и была, но я как бы и не была здесь. Это был очень тяжёлый период. И вот сейчас я начинаю приходить в себя после всего, после этого, осматриваться по сторонам. Вот такой момент, когда, знаете, как будто ты открываешь глаза и так, опа, а где это я нахожусь? А что это происходит? Вокруг привычные люди, но всё как будто бы... как будто ты узнаёшь всё сначала. Рядом со мной любимый муж, мои доченьки, дом, в котором я живу, да, свёкор тут наш рядом. На расстоянии видеозвонка находится мой сын с его девушкой, моя сестра, моя мама. Я как бы смотрю на всё окружающее меня другим взглядом. Я как будто просыпаюсь после очень-очень тяжёлого сна. И что вот я заметила, да, что мне как-то, ну, некомфортно мне как-то в том, что сейчас есть у меня. То есть я всё это люблю, да, но как-то всё это скомбинировано немножко не так. Мне некомфортно в доме, вот именно в моей части наверху. То, что мы с мужем обставляли, мне очень некомфортно. Пусть возьмём наш зал, там валяются игрушки, там какие-то стоят детские конструкции. Мы покупали большую тумбочку под телевизор. Изначально я её заполнила своими принадлежностями для фотографий и какие-то там вещи для зала, да, для общей комнаты. Сейчас он наполовину заполнен розолинами и игрушками. Мне не хватает комфорта и уюта. Какое-то вот мне понадобится время для того, чтобы немножечко добавить этого комфорта и уюта. Что-то выкинуть, что-то добавить, что-то купить новое, что-то переставить. И я сейчас буду переделывать свой зал. Также мне захотелось обустроить балкон. Хотя бы, ну, вот у нас мы террасой это называем, да, хотя бы один из балконов я хочу обустроить. У меня также есть пространство на крыше, которое я могу использовать. И в спальне хочу кое-что поменять. И в детской. Короче, девчонки, я сейчас буду делать перемены в своём доме. Сейчас я присматриваю материалы, присматриваю декор, элементы декора, ковры. Вот, короче, я всё это... У нас, кстати, был ковёр в зале изначально, но его покупала не я, его покупали нам родители. И он мне не нравился. Он хороший, он дорогой, они его как-то там где-то долго выбирали, качественный. Но это такой ковёр, знаете, как, ну, как наши ковры, да, вот такой расцветки замудрённой. И что-то вот, ну, он мне не нравился. Поэтому и в ванной хочу кое-что изменить. Хотя вроде бы в ванной мы не так давно делали ремонт, но я уже хочу кое-что поменять. Короче, вот такие дела, девчонки. Это потом будет, наверное, отдельное видео или несколько видео о том, что я поменяю, как я это всё сделаю. Вот. Хочу сделать более... Хочу свой дом, своё пространство сделать более комфортным лично для меня. А, ещё и в прихожей тоже. Это не прихожая, вернее, это как бы, ну, площадка на лестнице, да, где у нас там стоит столик небольшой, вешалка. Там я тоже хочу всё поменять. В общем, я думаю, что это будет интересно. Это будет не быстро, ну, потому что мне нужно это всё очень осмыслить. Потому что я смотрю и думаю, ну, чего тут не хватает? Ну, чего тут у меня так криво? Вот. И постепенно до меня доходит, что я хочу изменить, что я хочу добавить, что нужно сделать. Поэтому будем с вами это потом тоже всё отслеживать в видео. Так, ну всё, девчонки, поделилась своими мыслями. Вот. Кстати, погода у нас улучшается. Уже можно будет ездить по соседним городкам опять. И мы скоро поедем. Сегодня я не поеду, потому что у меня другие планы. А вот, что там завтра, может быть, завтра куда-нибудь мы и мотанём с вами. Посмотрим. Я на этом влог заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь со мной, что вы подписываетесь на мой канал. Ставите мне лайки и комментарии. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Чао, тути. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok